Добрый вечер! В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария» в студии Альберт Корцаев. Вначале коротко о главных темах выпуска. Обещание надо выполнять. На форуме в Москве лидер единороссов Дмитрий Медведев дал указание региональным отделениям. Уникальный мастер и талантливый музыкант. Завтра годовщина смерти легендарного рок-гитариста группы «Аэроплан» Аслана Улигова. Шаг вперед к премьер-лиге. Спартак Нальчик обыграл «Балтику» 2-0. Теперь нужна победа в стыковых матчах. А теперь подробнее об этих и других темах. «Единая Россия» делает ставку на реализацию партийных проектов. Таков итог расширенного заседания Высшего и Генерального совета в партии. Прошло оно в Москве в эти выходные под председательством Дмитрия Медведева. В обсуждении участвовали делегаты из всех регионов. На форуме побывала и моя коллега Наталья Юсупова. От строительства фоков, развития ПК до экологии и высокой музыки. Даже школьный урок физкультуры в совершенно новом формате. «Единая Россия» делает ставку на партийные проекты. Об этом на заседании Высшего и Генерального совета в Москве заявил лидер партии Дмитрий Медведев. «Социалка, патриотизм и либеральная платформа единороссов» в наглядном выражении. На два дня в фойе московской мэрии развернули выставочные стенды. Это федеральные инициативы, которые транслируются на российские субъекты. Далеко не все, но наиболее значимые. Региональные проекты отдельным блоком. «Сорок три проекта, которые действуют в Российской Федерации, в той или иной степени представлены и у нас в республике. Из них более интенсивно у нас в республике работает 18 проектов». В России важен каждый ребенок, детские сады, детям, безопасные дороги. То, что уже на слуху. Из совсем новых – сельский учитель и социальная среда. Среди приоритетов – поддержка старшего поколения, формирование открытой власти, создание трудовых мест. Задачи на будущее обсуждались и на дискуссионных партийных площадках, и в ходе последующего общения с журналистами. «Был активный разговор по патриотическому воспитанию. Прорабатывались вопросы реализации партийного проекта «Историческая память», «Народный контроль». «И сегодня очень много говорилось, что будущее нации – это здоровое питание, и что будущее нации – это, безусловно, подготовка к детских корпусах, на химовских училищах». Борьба с коррупцией и прежде всего внутри партии – это важно, – обозначил Медведев. «От таких персон надо избавляться, чтобы не было соблазна прикрыться партбилетом», – заявил он. Сейчас единороссы готовятся к единому дню голосования. Он намечен на 8 сентября. Выборы затронут 73 субъекта. Лидер партии подчеркнул – нужно добиваться неукоснительного выполнения предвыборных обещаний. Между тем, именно результаты внедрения партийных проектов могут стать одним из критериев оценки работы на местах. Такое предложение уже озвучено. Создание Высшего совета и Генерального совета прошло на высоком уровне. Считаю, что есть изменения в работе партии и в работе подобных форумов, потому что сегодня речь шла на самом деле о реальных перспективных партийных проектах. Более того, речь шла о корректировке. Некоторые партийные проекты объединяют, которые показали свою жизнеспособность. Добавляются новые проекты. Мы сегодня, как представители регионов, можем чувствовать, что партийные проекты на самом деле являются теми реальными мероприятиями, делами, которые решают социальные проблемы и социальные дела. На съезд Единороссы соберутся в ноябре. Медведев выразил надежду, что к этому времени делегаты смогут поздравить друг друга с победой в региональных выборах. Единая Россия расставила очередные приоритеты, позиционируясь как партия реальных дел. Проектная деятельность, по оценке ее лидера, председателя федерального правительства Дмитрия Медведева, выглядит вполне достойно и дает результаты. Задача региона, в том числе и Кабардино-Балкарии, сейчас активизировать работу по федеральным и собственным проектам. Ведь Медведев не исключил выход региональных инициатив на общероссийский уровень. Наталья Юсупова, Атмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Режим КТО в Эльбрусском районе отменен, сообщает оперативный штаб по Кабардино-Балкарии. Напомню, введен он был 18 мая на территории ограниченном урочища Микаратюбе Джерликол автодорогой А-158 в связи с обнаружением в горно-лесистой местности вблизи селения Бедык базы боевиков, рассчитанной на длительное проживание пяти человек. Сегодня в 13 часов временные ограничения, действовавшие в рамках правового режима контртеррористической операции, отменены. ДТП с участием сотрудника полиции произошло накануне вечером в Нальчике на пересечении улиц Керимова и Идарова. Как следует из сообщения пресс-службы МВД республики, сотрудник ППС в состоянии алкогольного опьянения за рулем личного автомобиля столкнулся с ехавшим впереди КАМАЗом. Причиной данного транспортного происшествия, в первую очередь, явилось несоблюдение бокового интервала одного из водителей транспортных средств, который после столкновения с автомашиной КАМАЗ, имеется в виду, не выдержав боковой интервал, его вынесло на встречную полосу движения и, соответственно, допустил столкновение движущегося в противоположном направлении с двумя автомашинами «Хундай» и «Шевроле Нива». В результате аварии погибла женщина 59-го года рождения. Трое пострадавших с телесными повреждениями доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Глава МВД по КБР Сергей Васильев уже подписал приказ об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии пока рассматривается. Сразу в нескольких школах Кабардино-Балкарии сегодня прошли родительские собрания с участием представителей госвласти, правоохранительных органов и духовенства. Проводятся они уже второй год по инициативе администрации главы КБР. В 16-й и 30-й школах Нальчика на встречах побывала наш корреспондент Нуржан Кубадиева. Участие родителей в жизни детей не должно ограничиваться формальным контролем. Они должны четко знать, с кем их чадо общаются в реальности и на каких сайтах в интернете засиживаются до полуночи. Это особо актуально сейчас, когда растет подростковая преступность, озвучили свою обеспокоенность силовики в Хасанинской школе. Учебное заведение – одно из самых спокойных в этом отношении. За год здесь было всего зарегистрировано два преступления с участием детей, и оба несовершеннолетних не были жителями села. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас понимал, что административные правонарушения, которые вы думаете, что это так ерунда, где-то слышали по телефону, по телевизору, в интернете увидели, это все шажочки к более страшным преступлениям, к более страшным проблемам. В 30-й Нальчикской школе на встречу с родителями пришли депутаты парламента КБР. Ахмад Сумаев напомнил, в республике веками в добрососедстве жили представители трех титульных народов, и конфликтов на межконфессиональной почве никогда не возникало. Главная проблема молодежи – в религиозной безграмотности – вступил в диалог заместитель председателя духовного управления мусульман КБР Анзор Ямкужев и призвал бороться с этим посредством проверенных книг. Как узнать, что это действительно та литература, которую надо бы читать? Если ребенок ошибется и купит не то, что, так сказать, пропагандирует чистую религию, как быть? Около 108 печатных изданий сейчас занесены в списки запрещенной экстремистской литературы. И это вы можете увидеть в интернете, но некоторые попали туда незаслуженно. До конца учебного года такие же собрания пройдут во всех школах республики. Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. Правительство Кабардино-Балкарии утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности. По подсчетам Кабмина она соответствует 16 тысячам рублей, сообщает сегодня пресс-служба главы и правительства КБР. Этот показатель, напомню, используется для расчета социальной выплаты на строительство или приобретение жилья по федеральной целевой программе «Социальное развитие села». В текущем году на улучшение жилищных условий сельчан планируется направить около 93 миллионов рублей бюджетных средств. Почти две трети от суммы из федеральной казны господдержку получат 130 семей. Спартак Нальчик вышел в стыковые матчи за попадание в премьер-лигу. Это решилось накануне в игре с Калининградской Балтикой. Красно-белые на своем поле обыграли соперника со счетом 2-0 и теперь претендует на место в высшем дивизионе вместе со «Ска-Энергией» из Хабаровска. Вчерашнюю игру уже окрестили одной из самых зрелищных в этом сезоне. На восьмой минуте Игорь Коронов в отличной передаче нашел Алексея Аверьянова, который замкнул прострел ударом в пустые ворота. На 44-й минуте Аверьянов оформил дубль 2-0. И счет на табло до конца матча уже не менялся. Последняя игра нальчан в этом сезоне – гостевая. Они встречаются с башкирской Уфой. А в переходных матчах Спартак Нальчик сойдется с командой премьер-лиги, которая займет 14-е место. С какой именно, станет известно 26 мая. В интересной спортивной борьбе, тем более второй матч вы проводите дома. И просто хочу вам пожелать, чтобы на этом матче у вас был полный стадион. Надеюсь, что команда приложит все усилия, чтобы вернуть болельщиков на трибуну. Поэтому мои поздравления. Но я считаю, что, на мой взгляд, я все матчи стараюсь смотреть. Сегодня, с точки зрения футбола, нальчика была лучшая игра в сезоне. Стыковые матчи за выход в высший дивизион российского футбола пройдут 30 мая и 4 июня. Год назад ушел из жизни легендарный гитарист группы «Аэроплан» Аслан Улигов. Его короткий жизненный путь был полон ярких аккордов. Все свое творчество он посвятил року. Музыкальному направлению, которое местная советская публика воспринимала с трудом. Тем не менее. Он и сегодня остается кумиром для молодых рок-исполнителей не только нашей республики. Аслан Улигов ушел из жизни в мае прошлого года, едва дожив до 56 лет. А символи целой музыкальной эпохи Тахир Дадуев. Их пластинки не крутили по радио. Но для среднего поколения группа «Аэроплан» стала синонимом целой эпохи. Эпохи железного занавеса и жажды перемен. Это любительская видеосъемка из тех редких кадров выступлений, что сегодня можно найти. «Аэроплан» не был коммерческим проектом. Играли во имя искусства. В 85-м основатель рок-команды Виктор Бережнов пригласил Аслана Улигова выступать вместе. Улигов к тому моменту уже 10 лет был увлечен игрой на гитаре. Тандем просуществовал недолго, но сумел покорить не только Кабардино-Балкарию. Весь союз. Ему вообще нужно было работать министром, наверное, по связям с музыкальной общественностью. Потому что такой человек был, он мог с любым человеком найти общий язык. Сколько к нему и из Москвы звонили ребята, и из Нижнего Новгорода, и в общем, откуда только. Какой-то он имел качество связывающее. В застойные 80-е о мирском аэроплановцы не думали. Их рок не был музыкой протеста. Творчество оставалось вне политики. Они даже пытались дистанцироваться от так называемого плитворного влияния Запада. Иначе заручиться финансовой поддержкой обкома Комсомола при организации выступлений им вряд ли бы удалось. Выросший в интеллигентной семье, Аслан Улигов всегда легко находил друзей. Причем независимо от того, являлись ли они ценителями рока, вспоминают близкие. Я удивляюсь, как много людей, оказывается, его знают. Это видно по комментариям, которые можно в интернете найти. Это видно по общению с людьми, которых я вообще первый раз вижу. Но Аслана Улигова знает практически вся молодежь, вовлеченная, и даже не вовлеченная, но прежде всего молодежь, вовлеченная в современную музыку, музыкальную культуру. После распада Союза аэроплан стал приносить деньги. Виртуозы Аслан Улигов и Виктор Бережнов выступали на концертах, ресторанах и на частных вечерах. Аслан Улигов вполне мог стать гитаристом с мировым именем, но в последние годы занимался продажей аппаратуры. А хлебом Бережнова сегодня стали гитары, которые он мастерит. Уникальные инструменты со станка Виктора Бережнова хранятся в коллекциях Йена Гиллана, Ингви Мальмстина и других легенд рока. Тахир Дадуев, Анзор Кашироков, Аслан Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария. Указом главы Республики Арсена Конокова, народной артистки СССР, художественному руководителю и балетмейстеру Государственного академического ансамбля «Березка» Мире Кольцовой присвоено звание народной артистки Кабардино-Балкарии. Поздравление Кольцова принимала на сцене Нальчикского ДК профсоюзов. Концерт ансамбля «Березка» и «Кабардинка» назвали проектом дружбы. Два академических коллектива впервые выступали вместе. Девичьи хороводы и старинные русские вальсы сменялись княжеской кафой, дагестанскими переплясцами и композициями на основе горских обычаев. А в завершении программы совместная калинка. Наши, в общем-то, танцы схожи, совершенно различны, но они схожи по манере женской выдержанности, по мужской стати. Это все нам свойственно и вам, и нам. А в эти минуты возле памятника «Древа жизни» звучат старинные народные песни о горькой участи мухожирства. Концертом адыгской музыки уже традиционно открываются мероприятия, посвященные очередной годовщине окончания Кавказской войны. После выступления вокальных и хоровых коллективов у мемориала будет зажжена 101 свеча. Именно столько лет длилось противостояние. А уже завтра на проспекте Ленина состоится шествие молодежи и митинг у «Древа жизни». Какой будет погода на завтра, расскажет Зухраб Шихачева. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, все выпуски программы вы еще раз можете посмотреть на сайте вести.кбр.ру. Удачного вам вечера! Солнцезащитные очки. Лимитированная коллекция 2013 года уже в продаже. Ведущие бренды. Ленар Оптик. Торговый центр «Офис и дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. Метеорологи обещают до субботы в нашем регионе будет сухо и тепло. Температура в пределах плюс 20-26 градусов. Небольшие дожди лишь в горах. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. В Зольском районе распогодится до 22 тепла. В горах с утра ясно, а вот во второй половине дня облачно осадки. У подножия Эльбруса столбики термометров поднимутся до плюс 10. В целом схожие погодные условия ожидаются и в Тарнаузе. А вот на территории Боксана Чигимы-Норткалы скорее всего обойдется без осадков. Солнце прогреет воздух до 20-23. Примерно такая же погода прогнозируется и на территории Прохладненского, Майского, а также Терского и Лискенского. В этих районах вполне комфортно. Возможны небольшие колебания атмосферного давления. В Кашхатал слабый дождь, плюс 19. Как ожидают метеорологи, завтра в Нальчике при плюс 22 сохранится средний индекс комфортности погоды. Таков прогноз от Росгидрометцентра. Всего доброго. Кристальная вода ледников, чистый горный воздух, разнотравья альпийских лугов Кавказа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова